Здравствуйте, дорогие коллеги, участники Петербургской конференции по истории русской философии, по современной русской философии. Я рад приветствовать вас из города братской любви, Филадельфии в США. Тема моего доклада «Русская философия на родине и за рубежом. Две антологии русской философской мысли». Начну с первой антологии, которая является, в общем-то, основной в этом диптихе. Это «Russian philosophy in the 21st century and anthology». Это антология на английском языке, которая была выпущена в голландском издательстве Брилл в 2020 году. Предисловие к антологии написала Алиса де Блазио, а антологию готовило три человека. Я, Александр Чумаков из Москвы и Мэри Тайс из США. Это была очень большая работа, поскольку надо было не только отобрать философов, заручиться их согласиям, отобрать тексты, но и перевести тексты, и редактировать тексты. А потом эта редактура растянулась на несколько лет, потому что это были философские тексты, и надо было сделать так, чтобы они читались более-менее естественно в англоязычной американской среде. Собственно говоря, тут нам и помогла наша американская редакторша Мэри Тайс. Так что работа растянулась на целых пять лет. И я понял, что я не смогу включить в эту антологию всех тех философов, которых я знаю или о которых я слышал, которые живут за рубежом. В эту антологию попали только четыре зарубежных философа, и это понятно, потому что, естественно, большинство русских философов живет в России. И в связи с этим я решил сделать вторую антологию уже на русском языке. Опубликовал я ее в Бостоне в 2018 году. Называется она «Русское зарубежье. Антология современной философской мысли». Вот работая над этими двумя антологиями, и особенно работая над русскоязычной антологией философии зарубежья, я много для себя узнал нового о русской эмиграции и о русских философах в эмиграции. Ну, а также у меня был и личный опыт жизни в США. Я живу в США уже более 30 лет. Закончил здесь аспирантуру, докторантуру, работаю в университете уже четверть века. Так что мой доклад, собственно говоря, будет таким суммированием моего личного опыта, включая опыт работы над антологией. Вот. Я буду структурировать свои размышления, исходя из тем, предложенных для этой конференции. Первая тема – эмиграция как историко-философское явление. Вот несколько моих мыслей об этой теме. Есть несколько слов, которые обозначают эмигрантов. Есть слово «эмигрант» – это человек, который уехал из страны. Вот, например, русские эмигранты первой волны называли себя эмигрантами, не иммигрантами. Они как бы их выслали из страны, и они по большей части не вписались в культурную среду новой страны проживания. Есть слово «иммигрант». Это человек, который приехал в какую-то страну. Иммигрантами называют себя люди, которые приехали в новую страну и, собственно говоря, хотят здесь начать новую жизнь, войти в культурную среду и, как говорится, забыть, не забыть, но оставить в прошлом свою жизнь на родине. Есть также слово «экспат» – это человек, который волею судеб живет вне родины, но он не считает себя эмигрантом, он просто, так сказать, временно живет вне родины. Надо сказать, что в XIX веке такие примеры были достаточно распространены. Вот, к примеру, Тургенев, который практически всю жизнь прожил во Франции, но во Франции писал классические произведения русской литературы. Гоголь Николай Васильевич написал «Мертвые души» в Риме, Достоевский написал своего игрока в Баден-Бадене. Но, как говорится, то, что они жили в этот момент вне России, не помешало им создавать шедевры русской литературы. Вот, значит, что касается нынешней эмиграции. На мой взгляд, нынешняя эмиграция из России, я имею в виду последнюю волну советской эмиграции. Нынешняя эмиграция из России радикально отличается от первой волны. Потому что первая волна эмигрантов, как мы знаем, говорила, что они изгнанники, о себе говорили, что они изгнанники. И даже более того, мы не в изгнании, а в послании. Вот, и они как бы остро ощущали тот факт, что они не могут вернуться в Россию. И Россия, которую они любили, ушла в прошлое. Вот, нынешние эмигранты, сужу по своему личному опыту, находятся не в изгнании и не в послании. Это люди, которые просто живут вне России. Я бы сравнил нынешнее положение русских эмигрантов с Китай-городами. Китай-города есть во всех странах, чуть ли не в большей части городов разных стран вдали от Китая. Но эти люди не делают из своего положения никакую проблему, это для них не катастрофа. Они просто живут в других городах и странах, не теряя своей китайской самоидентификации. Вот, я бы сравнил русскую эмиграцию сейчас вот с такого типа проживанием вне родины. Поэтому я предпочитаю выражение русское зарубежье, а не эмиграция, эмигрант или что-либо другое. Русское зарубежье. По существу это сугубо географическая эмиграция населения, приводящая к созданию русскоязычных общин по всему миру. И вот эти русскоязычные общины, на мой взгляд, лучше обозначить как русское зарубежье. Следующая тема. Проблемы периодизации философии русского зарубежья. Вот, когда я готовил свою русскоязычную антологию, передо мной встала эта проблема. И тут я ориентировался как на собственный личный опыт, так и на своих многочисленных знакомых, которые принадлежали к разным волнам русской эмиграции. Дело в том, что во время существования Советского Союза существовало четыре волны эмиграции. Первая волна после революции. Вторая волна после Второй мировой войны. Третья волна в 70-е годы, когда разрешили выпускать евреев и немцев на историческую родину. И четвертая волна, вот эта наша волна, перестроечная, которая началась во второй половине 80-х годов. Я, естественно, не застал представителей первой волны эмиграции, но я общался с их детьми. Вот, например, был у меня такой руководитель диссертации Александр Валентинович Рязановский, сын знаменитого русско-американского историка Валентина Александровича Рязановского, который эмигрировал после революции и стал крупным историком России здесь, в Америке. Александр Валентинович тоже был историком, никогда не жил в СССР, жил и воспитывался в США. Было ему уже хорошо за 60, когда я с ним познакомился. И для меня, честно говоря, это был шок. Я впервые видел русского человека, общался с русским человеком, который никогда не жил в Советском Союзе, то есть просто нет у него, не было такого бистенциального опыта. А шок заключался в том, что, разговаривая с ним, я бы никогда не сказал, что он не жил в Советском Союзе. То есть это был человек, который мог жить вот на соседней улице. Для меня это был шок, потому что я понял тогда, что русская культурная матрица, она продолжает действовать вне зависимости от исторического опыта. То есть вот столкнулись мы, два совершенно разных человека, с совершенно разными установками. Я тогда еще был человеком, который был воспитан в Советском Союзе. Совершенно разных поколений представлений о мире. И мы мгновенно нашли общий язык. То есть просто мгновенно. Это вот такой у меня был интересный опыт. А с представителями второй, третьей, четвертой волны я общался лично. И печатался в их журналах, в том числе и в журналах второй волны эмиграции. Была такая академическая группа, академическая группа русских ученых в США. Они издавали ежегодный сборник. Ну а уж третья волна, она была вся на виду. Их, этих людей, представителей было много. Я общался с очень многими людьми. И особый интерес для меня представляли люди, которые были американцами, но которые занимались Россией и Советским Союзом. И которые были достаточно в возрасте, чтобы как бы знать и первое поколение эмигрантов, и поддерживать связь с другими поколениями, и служить как бы такими мостиками между интеллектуальным миром первой, второй, третьей, четвертой волн. Вот для меня таким человеком оказался Джордж Клайн. Джордж Клайн – это вообще легенда американской словистики. Это человек, который создал фактически целую, как сказать по-русски, по-английски, это field of study. То есть создал поле деятельности по изучению русской философии, академическое поле деятельности. Он создал это еще в начале 50-х годов, переведя знаменитый двухтомник Зиньковского по истории русской философии. Он был знаком лично с Зиньковским, ездил к нему в Париж. Они переписывались, и издание двухтомника по истории русской философии на английском языке является более полным, расширенным по сравнению с оригинальным русским изданием. Поэтому, честно говоря, на английском эта книга еще более ценная. Вот он ее перевел и тем самым заложил основу изучения русской философии в Америке в начале 50-х годов. Он был лично знаком и с Флоровским, он был лично знаком с Лосским и с Лосевым, потому что он был в России, занимаясь изучением русской философии. То есть, он был прекрасным переводчиком Бродского, кстати говоря, стихов Бродского. Они вместе выступали. То есть, это был действительно такой легендарный человек, с которым мы подружились, и который стал руководителем в итоге моей диссертации, за что я ему очень благодарен. Следующая тема. «Возможно ли философская школа и традиция в инокультурном контексте?» Ну, разумеется, возможно. И мы это знаем из истории. И это просто миф, что невозможно русскому человеку творить в инокультурном контексте. Самая тяжелая проблема с творчеством, естественно, у литераторов, у писателей и поэтов. И мы из истории знаем, что Тургенев не имел никаких проблем. Он написал «Отцы и дети» во Франции, к примеру. Гоголь, как я уже сказал, закончил «Мертвые души» в Риме. Бродский в Америке писал стихи на русском и на английском. Ну, я уж не говорю о Набокове. Да и вообще можно посмотреть на других писателей. Сэмюэл Бэккетт писал на французском и на английском. И никакой трагедии из этого не делал. А еще раньше Петрарко писал на латыни, на итальянском. Тоже никакой трагедии из этого не делал. То есть, это вообще непонятно откуда взявшийся миф, который в действительности является только мифом. Разумеется, может развиваться и русская философия за рубежом. Больше того, на мой взгляд, творчество в эмиграции или за рубежом развивает русскую культуру. Потому что творчество в иных культурных условиях дает ей новую перспективу. Вот сейчас, например, мы видим такие явления, как русско-европейский роман. То есть, человек, живущий в Европе, пишет по-русски или не по-русски, а на языке своей новой страны проживания. Но, например, пишет о советской действительности. И эти романы, они тоже принадлежат русской литературе, но они имеют другой культурологический взгляд. Вот Андрей Макин написал о своем советском детстве на французском, получил гонкурскую премию. В Германии живет писатель, который пишет об эмиграции из Советского Союза в Германию, своих перипетиях эмиграционных. Очень популярный немецкий писатель. Он пишет по-русски, но его переводят на немецкий, и он очень популярен. Есть такое явление, как русско-американский роман. То есть, люди, которые живут в Америке, пишут по-русски, но пишут о своем американском опыте. Так что с философией, на мой взгляд, то же самое. И я убедился в этом, создав и опубликовав эту антологию русской философии за рубежом. Следующая тема. Социальная история русской философии в эмиграции. Пути эмиграции, способы коммуникации, структура сообществ. Ну, тут у меня первое наблюдение. Это наблюдение чисто историческое по тому, что я читал. Любопытно, что в XIX веке русские эмигранты и европейцы обычно разочаровывались в Европе. И смотрели на Россию, как на единственное спасение человечества. Пример Герцен. А вот русские эмигранты и американцы в Америке не разочаровывались. Вот Елена Блаватская. Между прочим, первая женщина, первая русская женщина, которая отказалась от российского подданства. Приняла американское гражданство. Жила вот здесь, в Филадельфии, недалеко. Никаких сожалений у нее не было. Я читал Блаватскую. Никаких трагедий и никаких плачей и так далее. Тут любопытный момент, связанный с эмиграцией в разные страны. В ходе моей работы над российской антологией я обнаружил, что современные центры русской философии, ну, центры это, так скажем, не формальные центры, а хабы. То есть, места, где наибольшее скопление русских философов за пределами России. Так вот, такие центры существуют в США, в Германии и в Швейцарии. Не знаю, почему Германия и Швейцария, может быть, это связано с эмиграционными процессами, может, с тем, так сказать, как русские люди судят об этих странах, но так или иначе. Что касается способов коммуникации, то до интернета обычным способом коммуникации в русской эмиграционной среде были общества и журналы. Вот в 1995 году, к примеру, я создал общество по изучению русской религиозной мысли. Society for the Study of Russian Religious Thought. Издавал новостной листок, издавал его 5 лет, до 99-го года. У меня было примерно 40 подписчиков, 40 членов. Рассылал по почте листок этот был где-то, я уж не помню, страниц 50 где-то. То есть, там были статьи, там были объявления, новости и так далее. Вот. И недавно увидел, что полная подборка этого новостного листка есть в одной из американских библиотек. То есть, видимо, там был человек, который этим интересовался. Вот. Но с появлением интернета и социальных групп, естественно, что самые распространенные способы коммуникации – это электронные сети, группы и журналы. А вот, например, в США есть такой Russian Journal of Communication. Главный редактор – Игорь Клюканов. Есть очень известный журнал «Studies in East European Thought» – исследование восточноевропейской мысли. Главным редактором стала Марина Быкова. В прошлом философ из СССР, которая, насколько я знаю, работала в Германии, потом приехала в США. Специализируется на немецком идеализме. И вот она возглавила этот очень известный англоязычный журнал. Она же, кстати говоря, стала главным редактором журнала в Америке, который переводил самые интересные статьи русских философов, которые публиковались в российских журналах. Журналов, надо сказать, о русской философии, об истории русской философии очень немного. Раз-два я обчелся. И теперь, спустя четверть века после развала СССР и бурной эмиграции из России в другие страны, в том числе в США, я вот замечаю, что большинство позиций, связанных с журналами и с преподавательской деятельностью, занимают люди из России, которые просто этим занимаются. Следующая тема. Проблема рецепции западной философии в России и русской философии на Западе. Ну, на мой взгляд, основная проблема в незнании общего культурного контекста. И это проблема не только философии. Многие мои российские друзья искренне полагают, что Америка построена и действует так же, как и Америка. Многие мои американские друзья точно так же искренне полагают, что Россия построена и действует так же, как и Америка. Это вот фундаментальное непонимание различий в культурных традициях, паттернах, в культурной матрице двух народов и двух стран порождает самые серьезные проблемы и в рецепции философии. Потому что, например, российские философы, как правило, весьма амбициозны, читают все последние достижения западной философии, но они их воспринимают, исходя из своего российского контекста. А воспринимать их адекватно можно только, зная контекст, из которого эти философские произведения выросли. А поскольку российские философы не озабочены этим контекстом, а подчас его и не знают, то они просто воспринимают эти проблемы, эти темы, эти философские произведения по-своему, исходя из своих культурных установок. Это большая проблема и в изучении философии, и вообще в культурном сотрудничестве. Как ее решать, я, честно говоря, не знаю, но проблема эта очень серьезная. Итак, следующая тема – судьбы философов русского зарубежья. Ну, тут надо сказать, что судьба философов, как и вообще судьба людей, зависит от многих факторов. Но я хочу рассказать об одном очень важном, на мой взгляд, моменте, который связан с эмиграцией. Существует два типа эмигрантов. Эмигранты, которые начинают жизнь с нуля, и те эмигранты, которые продолжают то, чем занимались на родине. Вот это очень важное отличие, потому что одно дело – вы философ, и вы приехали в США, потому что вам предложили работу. Вы известный философ, вам предложили работу. Вы продолжаете заниматься тем, чем вы занимались, и, как говорится, у вас все нормально. Это один тип освоения новой страны. А совсем другое дело, когда вы приезжаете в новую страну и начинаете все с нуля, как это случилось у меня. Я до приезда в США был журналистом, работал в театре, а приехал в США для того, чтобы учиться. И получил сначала магистрскую, потом докторскую степень, потом грин-карту. И на все это ушло ни много ни мало, как лет 8-10. То есть я фактически начал профессиональную деятельность в 40 лет. Ну, а вы прекрасно понимаете, насколько тяжело найти работу в 40 лет, вне зависимости от того, эмигрантов вы или нет. Просто. Вот если вы начали заниматься философией, и вот в 40 лет, как говорится, вышли на рынок. Ну, а после 50 или после 60 работы по специальности найти практически невозможно. Вот. Поэтому тут все зависит от того, как складывается ваша судьба. И последняя тема, на которую я хочу высказаться, это идея и направление философии русского зарубежья. Вот я скажу об антологии, которую я сделал среди участников этой антологии, представителей русскоязычных общин из 8 стран мира. Соединенные Штаты, Германия, Италия, Швеция, Швейцария, Украина, Китай, Израиль. А большинство этих философов, включенных в антологию, представляют две последние по времени волны русской эмиграции. Третью и четвертую. То есть 70-е годы и конец 80-х годов. Что касается жизненных судеб, то тут разброс еще больший. Есть у меня там профессора университетов, есть профессиональные безработные, литературные критики, православные священники, телеведущие, литераторы, музыканты, издатели и так далее. Что касается тем, то поднимаемые в статьях вопросы охватывают весь спектр современной философской проблематики от эпистемологии, антологии и философской антропологии до философии культуры, религии, а также социальной и политической философии. То есть идеи и направления философии русского зарубежья самые разнообразные. И особенно четвертая волна, она никак не связана ни с, например, православием, то есть это не обязательно про религиозные статьи или про православные, или про иудейские статьи. Это не всегда антисоветские или антироссийские статьи. Тут разброс мнений самый разнообразный, поэтому я считаю, что сейчас ситуация в философии русского зарубежья не может быть сведена ни к какому движению или какой-либо специальной школе. Все зависит от конкретного мыслителя и общая идея, которая определяет русскую философию зарубежья сейчас, на мой взгляд, это принципиальный плюрализм или системный плюрализм. И в конце доклада я расскажу немножко о моем сайте в Ютьюбе. Значит, вы видите скриншот этого сайта сверху, вы видите его адрес электронный. Название сайта Misha Impossible, его подсказали мне мои студенты. Это двуязычный сайт русско-английский, там есть материалы и на английском, как правило, для моих студентов лекции, и на русском. На русском я стараюсь делать материалы общекультурной направленности по философии, по религии, по искусству, по культуре вообще. Сайт этот я создал давно, но серьезно стал им заниматься год назад, поскольку после того, как я сделал антологию русской философии зарубежья, у меня появилась идея создать такой коллективный портрет зарубежных русских деятелей культуры. Вот я приглашаю, как правило, либо философов, либо культурологов, и художников, и музыкантов, и поэтов, и литераторов, и издателей, и так далее, которые живут в разных странах мира, которые не потеряли связи с русской культурой. Идея эта некоммерческая, и сайт мой некоммерческий, но мне хотелось оставить на память о нашем поколении русской эмиграции или русского зарубежья такой коллективный портрет. Так что, если вы найдете материалы на моем сайте интересными, пожалуйста, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Поддержите этот проект и поддержите своего коллегу. Вот и все. На этом я заканчиваю свой доклад. Огромное спасибо организаторам конференции и за саму конференцию, и за то, что предоставили мне возможность выступить. Всем желаю успехов. Счастливо.